Праздники подходят к концу, поэтому можно уже наконец-таки выйти из этого хлебопулочно-пирожочного состояния души и тела, когда ты не можешь отлипнуть от дивана и уже начать динамично жить, а точнее понаваливать. Я тут жду одного оранжевого персонажа, но он для GTR едет почему-то очень медленно, опаздывает, что не свойственно для GTR. Я вот думаю, может он уже где-нибудь на столб намотался, так что здесь плохо, очень плохо. Сейчас, короче, узнаем, что из себя представляет новый рестайлинговый GTR. Как я это сделала в GT, так я это сделаю и здесь. Хорошо, что у меня ноготки позволяют. Все. Как ты называешь, кстати, ее? Апельсинка, да. У меня же апельсин головного мозга. Все оранжевое. Ну, ты весел. Знаешь, оранжевое небо, оранжевые мамы. Апельсинка, давай, давай. Откуда у Андрея, которому 18 лет, GTR в его 18 лет? Итак, пришло время спросить и узнать, как же ты заработал на него. Ставочник, да? Да нет, я всем отвечаю, что чтобы многого добиться, надо просто правильно родиться. Правильный ответ. Просто Андрей хорошо учился. Вот будете хорошо учиться и будет у вас GTR. Твои родители в твои 18 лет, я понимаю, это твоя первая датчика, собственно. Да, да. Как они купили тебе GTR? Они не боятся, что они могут лишиться сына? Ну, вообще, как это произошло? Я сказал, у меня был какой-то бюджет свой собственный, который я там накопил с обедов. С обедов, да. Так, это записывайте, копите, с каждого обеда, каждый день, вот, откладывайте там по 20-50 рублей. Родители у меня были очень против мотоциклов. А ты хотел мотоцикл? Я не хотел мотоцикл. Ну, я сказал, что если мне не будет быстрой тачки, да, это, конечно, как манипуляция звучала, но все равно, что если мне не будет быстрой тачки, то я себе куплю мотоцикл. Ага. И мне сказали, что ну уж лучше быстрая тачка, чем быстрый мотоцикл. А, то есть ты еще и ультиматум поставил своих родителей. Нормально, тоже мотайте на ус, надо быть настойчивым и наглым. На год второе счастье. Тем временем я подсчитала, сколько можно накопить, откладывая каждый день с обедов по 50 рублей в течение 11 лет. Ну, 200 тысяч, 201, если быть точным. Это какая получается часть? 1,15 от стоимости этого автомобиля, да даже позже, она 20. Это самый новый, этот рестайлинговый. В нем 570 сил, по-моему, в стоке. Да, в стоке, да. Да, и разгон, как заявляют компании Nissan, до 100, 2,8. Но, как многие говорят, он едет 2,8. 3,5. 3,5, 3,5. Тогда это далеко не одна из самых быстрых серийных тачек. И ты решил сделать тюнинг, чип-тюнинг. Какой? Stage 2. Stage 2. Дело ты у Турботеха. Да, конечно. И еще, кстати, одна штука, с которой сейчас долбается большинство автолюбителей, это тонировка, которая тоже раньше у Андрея стояла. Но ты ее снял, потому что предписание выписали, и Андрей решил не рисковать. И говорят, что это не исполнение закона. Там либо 5 тысяч, либо 10 суток лишения. И что ты хочешь сделать за место этой тонировки? Электротонировка. Электротонировка. Я думаю, что многие знают, что это такое, но те, кто не знают, расскажу вкратце. Как это, кстати, выглядит? Сюда ставится какая-то вот штука? Это меняется прям стекло. Полностью стекло. Да. Подзаметно. Ставится двойное стекло, а между ними, короче, специальный полимер. Раствор такой, да? Да, который тонируется под действием электричества. Прикольная штука, но она не сразу же, насколько я знаю, там, вот, типа, включил кнопку, и все, и сразу у тебя темно в машине. Там полторы минуты, либо, кстати, это еще зависит от температуры, потому что там... О, кстати, а вот это что такое? Мигалка. Оранжевые? Да. А за них? Батлетр, типа, за них ничего, можно на дороге включать и ехать. То есть тут разница в том, что если они находятся в машине, то тебя никакого лишения прав не будет? Нет, где бы они не были, если они оранжевого цвета, то ничего за это не будет. А, то есть тут дело в свете? Да. За цепки? За месяц произошло. За месяц? Да. А что ты, ты здесь топор возил, что ли? Нет, руку держал, просто вот так всегда. Короче, у Андрея есть еще классная штука, которая при приложении на телефоне, я понимаю, управляет машиной. То есть ее выхлопом, насколько огнестрел далеко, там, короче, силу этого огнестрела. Вот, это все регулируется с телефона. Подключаешь телефон по блютуз и регулируешь там вот такой вот шкалой, как ты хочешь, насколько сильно ты хочешь, чтобы выхлоп гремел. О, боббик стейл. Ну, так аккуратно. А ты уверена вообще за рулем себя ощущаешь? Ну, конечно, ты 40 тысяч на него отъезд служил. А когда тебе подарили его? Тот самый сын маминой подруги, да? Да, да, но он. Андрей купил этот Геттер с 20 тысячи пробега и уже отъездил на нем 23 тысячи. Ой. Так. У меня штраф на 5 тысяч. Так. Теперь эта тачка стоит на 5 тысяч больше. Слушай, а если не Геттер, то что бы ты взял? Если не Геттер, наверное, Е63С. Хороший выбор. Ну, по крайней мере, салон был бы получше немного. Мы едем к Гоше Турботеху, чтобы узнать, сколько будет сделать на эту тачку выхлоп. И еще поменять стеклу. Но стекла, кстати, очень дорогие. Они стоят в районе 200 тысяч рублей. Но будут служить до конца дней этой машины. Вау, 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 вау. Причем там какой-то дядька за рулем. Нормально. Ну все, мы встряли в фото. Так всегда. Давай, 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 давай. Смотри. Слушай, ну такая махина. Я не думаю, что он вывезет Геттер на стейдж 2. Хотя он так уверенно идет. Я полгода еду. А ты еще в телефоне сиди. Мне кажется, что этот чувак чисто... Знаешь, когда все достало, и ты такой, ну давай-ка я поиграю в Сашки на МКАДе. Почему нет? Моя стихия. Все, он ушел. Вау. Он уверен стоит на дороге очень. Какой-то прилип. Очень холодно. Скажи, что мне вообще летом офигенно. Ну, я думаю, как раз-таки, примерно в таком же режиме ты накрутил 15 тысяч. Ты не жалеешь вообще, что ты взял его? Нет, вообще ни разу. Я сейчас понимаю, что если у меня будет следующая машина, это будет ГТР. Серьезно? Да, да. Вообще ни разу. Какой-нибудь рестайлинг 20-го года? Да, ну там обещают. Ну да, 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 я слышала. Ну слушай, я думаю, что это просто, знаешь, машины некоторые западают в сердце, и ты не хочешь от них отлипать. Его ты и взял, и ты знаешь, что некоторые считают это ведром, но ты все равно будешь держаться за них. Короче, Андрей уже несколько раз находился в практически аварийной ситуации. Его развернуло, но система стабилизации на ГТР настолько крутая, что он благодаря ней смог вырвнуться и избежать какого-либо столкновения. Ребята, под этим видео, короче, оставляйте комментарии в виде апельсина или там мандарина, короче, эмодия такой. Очень-очень много. Андрею будет приятно. Услышался. Я думаю, сначала тебя слышат, а потом тебя уже видят. Да, вот пешеходы, они просто. Вот эта тачка лучшая для отпугивания пешеходов. Никогда перед тобой никто не перейдет дорогу. Никогда. Я думаю, что даже девочка, которая идет в наушниках и в телефон смотрит, просто лепит, не отрываясь, она даже услышит, как едет эта тачка. Слушай, ты хочешь сказать, что купив эту тачку, ты не получаешь никакого женского внимания? Нет. Ну, как сказать, нет, есть женское внимание, но там типа привет, там что-то тачка, все. Машина, секундочку, за 10 миллионов. Это она так разговаривает с тобой. Она говорит, не надо меня мучить. Пожалуйста. Гоша Турботех сегодня работает, и Андрей остался без выхлопа и без стекол. Печаль-беда. Блин, круто. Снаружи. Ну, конечно, это не белые мигалки. Белые-то как-то более устрашающе смотрятся, но это такие добрые сигналки. Эти мигалки очень помогают, если тебе нужно куда-то быстро доехать, и ты несешься с огромной скоростью, включаешь мигалки. Даже никто не обращает внимания, что этот оранжевый цвет все равно пропускает. Хочешь сделать себе тысячу сил лошадиных? Я хотел, но по нигам не проложу. А сколько это стоит на стеч 30 встать? Паша, по-моему, говорил, 3 миллиона надо. 3 миллиона, чтобы... Да, еще сверху на стеч 2. А, не, он говорил, типа, можно сделать за 2,8 какой-то простой, а может за 4,2 хороший. Для этого, на самом деле, многие ребята покупают для того, чтобы его прокачивать, причем ставить какие-то просто неимоверные лошади на них, потому что двигатель позволяет, ну, и все выдерживает, все механика выдерживает, да? Да, если правильно все собирают, то выдерживают. А тебе вообще не страшно ездить на такой мощной тачке? На самом деле, почему-то поначалу, когда он появился, было не страшно. Вот в такую погоду страшно, потому что непонятно, как себя поведет. Ну, да. Сейчас пошел снег, и ты хочешь сказать, что ты ездишь на этой тачке зимой? Вот на этом японца? Когда сухо, да. А если вот такой снег, то обычно использую разные внедорожники по типу Lexus, LX и Veliqa. А почему на этом не хочешь ездить зимой? Жалко. Жалко? Под настроение апельсиновое. Скользит опасно. Опасно, скользит. Опасно, Стасик! Кстати, ручка здесь открывается вот так вот. Сложновато. Ноги отрехивай, да? Окна не закрываем, чтобы, если что, снег залетел, и мы были полностью в синьбу. Так, свапорцы, на катере. Вокруг гелика катаемся. Вон, сейчас я его встаю. Какой кайф, а? Какой кайф. Сейчас аккуратно летим в забор. А-а-а, господи, у меня все лицо мокрое. Насколько я мокрая по десятибалльной шкале. Не, лучше я бы в зеркало не смотрелась. Это ужасно. И страшно, и весело. Очень скользко, жесть, как скользко. Смотрите, забор рассыпался даже. Сейчас от апельсинки останется только кожура. Давай, пока она не лопнула. Все, ты просто выжил из нее абсолютно все соки. Сейчас мне интересно, насколько разогрелся двигатель? Че там, че там? 121. Сколько, 121? 121, да. О, сейчас можно шашлыки на нем пожарить, да? Близко к перегреву. Не, летом вообще не раздай богу. Это сразу близко. Это все, это сразу и муфта, и коробка, и все остальное под списание. Слушай, это было мощно, это прям было сильно. А сейчас мы, короче, поедем на платку выжимать полную. Тебя по перчатке еще надеть. Да, я забыла еще. Скорость. О, все, отлично. Спасибо. Так, умеренно идем. 24. 25. 25, 26. 29. Почти 28. А ты пытался не утричьсять? Да, конечно, я так муфты, но убил себе. А сколько он утрет? Мои манеры езды от 30. От 30? Да. Кстати, здесь очень страшно ночью ехать. Здесь нигде освещения нету, и ты просто знаешь, когда в тумане едешь, Саленд Хилл такой, жесть. Я так в дождь 250 ехал. Ой. А, вот как раз мне тогда и первый раз так вернуло. Я в дождь ехал, аквапланирование словил. Была галия. Галия сильная? Да, да. А это нам в Кате было, что ли? Нет, в воду. Здесь? Да, по этой платке в цверьбам ехал. Жесть. И там было темно, я не увидел лужу, когда 250 залетел. У меня там под 45 градусов, у нас 250, и как-то машина, я не знаю, я руль просто вудержу. Это чисто твой ангел-хранитель, это не стабилизация, это реально ангел-хранитель. Это тебя просто так сказал. Так, Андрей, помирай, ты слишком в радах, значит ты стоишь прямо. Андрей, улебезно дал мне прокатиться на своем железном коне. А вот это вот если что? Это турбина, да? Да, да, я обожаю этот звук. Турбина открывается вот так. Она как будто тышит, у нее жаба как-то такая. Вот, другое дело. Смотри, отъезжает сразу. Ну все, бинго. У меня сейчас сейчас потери ладошки. Она думает, нормально для этой тачки. Тачка идет от 5,5 миллионов. Андрей ее покупал, хоть и не новой, но все равно она стоила, сколько? 7,5? Нет, нет, 7,5 сейчас новая стоит. Новая? Новая, да. Плюс, если кто-то будет делать стейдж, это будет стоить в сумме 10. Сколько ты, за сколько я купил? Просто отдал. 5. Ну, на ней ездить нельзя было. Почему? Потому что надо было менять тормоза, надо было менять там ряд каких-то фишек. А, ну короче, еще всякими, да, заметками. 5,5. В Геттере открывается дверь так же, как и на Авинтадоре. Вот так вот. Но она идет не вверх, она идет в сторону. Короче, Авинтадор на минималочку. А закрывается дверь, как в гелике. Нужно несколько раз ее закрыть, чтобы она закрылась. Монитор. Тупит. Тупит сильно? Покажи. Меню. Он нажал меню, и прошло 2 секунды перед тем, как он вышел в меню. Дальше, следующее. Давай. Функшн. Пипец. Что-то это еще дешманского. Вот этот пластик дешманский. А это кожзам? Канапа кожа. А, да? Да. Ну хотя бы. Ты проверял? Написано. Нет. Ну можно тут галочку проверить. Слушай, она должна как-то пахнуть сейчас. Она, ладно, это кожа, она пахнет кожей. Я просто девочка, я разбираюсь это. А тут что у тебя? А тут тампон. Это если вдруг резко разгонишься, и кровь пойдет из носа. А, да? Серьезно? Так вот и ничего. А я-то думаю, зачем девочки в таком количестве покупают? Непонятно. Так, все, было, было, было.